Новый Jimny и обновленный Pajero Sport. Вопрос, есть ли смысл сравнивать две эти тачки на оффрооде? Мы считаем, что абсолютно никакого здравого смысла в этом нету, но с другой стороны у нас сейчас на тесте обновленный Pajero, и Ярик занимается этими вопросами, скоро должен отчитаться, не будем забегать вперед. А с другой стороны мы на Jimny наконец-то влепили лебедку, блокировки, расширенную колею, резину. 16-е диски, надо все это проверить, и ставьте лайк, если вы поддерживаете наши идиотские идеи, или влепите дизлайк, если вы против, а мы пока поехали. Итак, если вы вдруг не следите за нашим Jimny Infocar на канале и в соцсетях, рассказываю, это Jimny 2019 года, 1,5 атмосферный мотор, мы ничего не делали с мотором, с коробкой, у нас здесь под днищем мощная защита, которая добавляет 50 кг весу, это проблема для Jimny, которая съедает пару сантиметров клиренса, это тоже определенная проблема, но добавляет плюс 100 к уверенности в себе. Дальше мы поставили ARB-шные блокировки, и об этом смотрите отдельный ролик на канале, что это и зачем, у нас выведены сапуны, но сейчас мы не будем нырять. А мне эта идея сразу не нравилась. У нас расширена на 3 сантиметра передняя и задняя колея, у нас 16 диски нестандартные, блокировки впереди и сзади, лебедка на всякий случай, и я надеюсь, что она сегодня тоже не понадобится. И, в общем-то, из оффродных доработок, если не считать задних диодных тайванских фонарей, у нас все. Ярик, что у тебя? У меня не такой привод, как у тебя, у тебя Sport Time, здесь Super Select, то есть посередине стоит торсен, который можно жестко заблокировать, есть блокировка сзади, есть 18 диски, на такой же, кстати, резине, как R3 SUV. Не факт, что это крутая резина, но как минимум сегодня мы в равных условиях по колесам. Да, у меня еще есть крутая электроника, что-то по типу Кралл-Контрол, и у меня еще есть 20 с половиной сантиметров клиренса. А у нас сколько там? А я вот не помню сколько. 19. 19, да. Тоже есть защита, но, в общем, под нищей все нормально, ну, как бы... 265 у тебя резина. Ну да. Го? Давай, погнали. Первая яма абсолютно детская, поэтому я всего лишь подключил полный привод, по центру блокировка, никакую пневматическую блокировку я не включаю, понижайку не включаю. Включили. Ярик, давай только сразу договоримся, не включаем до последнего момента. Нет, полный привод. У тебя задний? Нет, полный. Я могу и на заднем здесь проехать, я буду. Давай не будем. Ну, это уже поинтересно, конечно. Как там бампер, норм? Целый пока. Есть нюансы. Что? Яма, как бы, неприступная. Будем... Слушай, давай объясним вообще, откуда эти ямы здесь появились. Для начала. Да, мы сейчас находимся недалеко от московского моста, и эти ямы нарыли люди, которые не хотят, чтобы жлобы объезжали здесь пробку. Но получается так себе. Я бы позасыпались. Я туда не поеду. Ну вот, Ярик, ну туда и не надо. Сейчас стоит вопрос, как объезжать. Оттуда можно кувыркнуться. Ну, да, и вот сюда прям кувыркнуться. Я туда точно не поеду. Ну, а как ты считаешь, для Джимни это угол стрёмный? Я думаю, что сейчас грунт такой себе сырой. Но если взять чуть-чуть повыше. Паш, ну это нормальный угол. Тут 35 градусов точно есть. То есть это на пределе. Ну, у нас же расширенная колея. Да, и что? Надо же была расширенная страховка. Желательно медицинская. Нет, слушай, давай не будем играться. Но это такое. Можем попробовать просто ехать туда перпендикулярно, но объезжать это не то. Я еду. Я был против. Я знаю одно. Если мы её разобьём, то с учётом того, какую рекламу мы делаем в Сузуки, нам должны подарить новую. Друзья, но я не собираюсь ехать прямо рядом с ямой, потому что туда можно просто соскользнуть, даже не перевернувшись. Но я возьму чуть-чуть выше. Я буду включать блокировки. Вы забыли, что джинни – это танк? Блин, это реально очково. Причём мне хочется высунуться туда, чтобы центр тяжести сместить. Но я понимаю, что если я буду катиться, то останусь без руки. Ты право-лево попутал? Ярик. Что? А ты понимаешь, что ребята из Митсубиси нам теперь ничего не смогут предъявить? Они скажут, ну и ничего. А потом бы они предъявили. Зато машина целая. Поехали лучше что-нибудь другое. Ну заедь просто вверх уже, покажи, что он может. Без блокировок просто. Но на пониженной. А сейчас Ярик может получить статус жлоб года с Троещины, если он сможет выехать здесь на дорогу. Там отбойник. Ну так я же об этом. Но есть небольшой нюанс. Какой? Там отбойник. У меня есть помощник при спуске. Интересно, работает он задним ходом? Да, работать должен. Это ж Continental. Да, работает. К сожалению, мы у Джимни здесь не проверим диагоналку, маленький угол, база короткая, сильно. Вот по Джерик как раз может показать. Чиркну, да? За задним этим чиркнешь. Ну вот длинная база 2,8 метра. Пока идешь. Ну попробуй. Чуть-чуть может скотчнешь. О, проходишь. Понял. Я тоже так могу. Ну пока блокировки не нужны, да? Не, не нужны. А я вот думаю, я бы там заехал бы на вот это начало горки без блокировок. Ну на электронных. Думаю, да. Надо что-то еще интереснее придумать. Тебе не кажется, что у тебя что-то с радиусом поворота? Не то. Не, на самом деле по характеристикам 11,2 метра диаметр. Висит? Ну да. А ну задом теперь поедь. Сейчас слышно, кстати, как у Ярика свистят колодки, потому что работает электронная система, которая подблокирует колеса. То есть пока что даже электроника справляется. Давай дальше. А у тебя есть помощник при спуске? Да. Я думаю, что мой помощник при спуске сделан там же, где и твой. Ого! ЗИВ! Я специально, но лебедку надо проверить. Да, конечно. А что прыскали? Слушай, давай попробуем сейчас заблокировать и проверим заодно, как работают блокировки. Тебе не кажется, что здесь не работает электронная блокировка сейчас? Ну вот как-то совсем не работает похоже. Я, кстати, ты вообще в полном приводе. А, знаешь, почему она не работает? Ты отключил стабилизацию? Нет, что-то не так. Сейчас, подожди. Пониженная включена. Она должна работать, ЕЛСД в Джимне должна работать даже на понижайке. Ну, переднюю и заднюю, да? Ну, я на пониженных. Блокировки отпущены, что интересно. Ну, очень странно, должно работать. У меня, ну, мигает, что типа она работает. Мигает, это она отключена. Ну, нет, нет, нет. Вот сейчас без новых. Так ЕЛСД все равно работает на пониженной. Ты же помнишь, что у нас работало? Хорошо, отличный повод. Ну, как тебе сказать, задняя точно не подключилась, как и передняя. А ты включил их точно? Ну, да, но им надо просто прокрутиться. Но я и не слышал звука, честно говоря. Так он не может заблокироваться, когда все висит. А, не, у тебя нормально, у тебя все висит. У тебя просто два задних колеса крутятся. Паш, слушай, ты, ха-ха-ха. Я всегда мечтал оставить машину на драйве. Блин, все нормально, все заблокировалось, просто. Паш, все нормально. Может, переднюю включить? с другой стороны обойди? Я могу переднюю включить. А это не важно, она передняя, посмотри, она и так работает. Он мне напоминает, какой-то, знаешь, выставочный образец, инсталляция. Ну, послушай, ну, как минимум, блокировки работают, АРБшные. У нас есть два варианта, как включать лебедку и как ее разматывать. Три. Как разматывать, три. Так, но я это делаю, кстати, первый раз. Здесь надо разблокировать. Вот здесь мы такую небольшую дырочку оставили. Слушай, там к вороновской лебедке была огромная инструкция, что можно делать, что нельзя. Я решил почитать на выходных. Нет, в смысле, на тех, что будут. Выключи ручный режим. Ну да, было бы неплохо ее заблокировать обратно. Есть. Антоха, ну ты знаешь, что нам сэкономил с Яриком минут 15. А может быть и больше. Я боюсь. Итак, первое испытание лебедки. По-моему, куст себя чувствует так себе. Да нормально он себя чувствует. Слушай, ему лучше, чем было. Ну все? Да я думаю, да, выедешь. Ну согласись, удобно. Или нет. Ну удобно ж. Да, классно. Ну можно еще из-под капота это делать, правильно ж? Ну там пульт есть еще один. Ну это будет в отдельном ролике про лебедку. А то вы не будете смотреть, будет неинтересно. Ладно. Слушай, ну очень круто. А сколько у нее метров, кстати, длина? А я не знаю, надо померить. Что-то кто-то руль поворачивает, Лев. Слышишь? И вообще так легко и быстро. Глянь, кнопка удобно расположена. Согласен? Мы нашли место. Ну да, ну тут смотри, тут кто-то зарывался уже глубоко. Честно говоря, очень узкая колья, видишь? Это еще намытый речной песок. И он сухой, несмотря на то, что сейчас январь. Ну такой, да. Ну что, наспорь пересечь. Давай отсюда, да? Ну если здесь покажется легко, то потом в обратную сторону. Задача с любыми условиями пересечь вот туда и выехать на дорогу. Да. Я думаю, что это будет ты. Я еду на полном приводе и не включаю ни блокировки, ничего, на ЕЛСД. Ну подожди, ну смотри, твой полный привод это мой полный привод с блокировкой. Да. Ты будешь с блокировкой? Нет, я буду просто на полном приводе. Автоматически? Я прошу. Супер селект? Да. Ну давай, я первый, да? Давай. Давай. Я спина начала глушить, душить типа и все. Уезжай задом, еще раз пробуй. Как-то набрать разгон. Ты же не застрял? Но если отключить ESP, то все работает, да? То есть мне ESP помогает, а тебе мешает, правильно? Так бывает? Он ходом вообще ему плевать. Ну да, я согласен, что получился немного скучнячок, потому что здесь на десенке не нашлось достойных мест, чтобы кого-нибудь ушатать или закопать или увидеть именно критическую разницу. понятно, что Pajero отдыхает над своей длинной базой, большим весом и так далее. Самое главное, что мы проверили лебедку, проверили блокировки. И у нас была еще одна задача. У нас новый дрон, стабилизатор. В общем, я предлагаю последнюю финальную дисциплину. Ну, так, чтобы не было скучно. Козырь из рукава называется. Почему ты из рукава? Заднеприводные догонялки. Чуть я первый. Ну-ка, я заднепривод, донесет рост. Продолжение следует... Продолжение следует...